блин как все серьезно надо проснуться зарядка вот из встречи встречу из встречи встречу каждую встречу я кручу нибудь вы ли то же самое но вообще по-другому в разные темы поэтому кроме того как вы будете присутствовать здесь смотрите пожалуйста еще остальные записи поскольку там в питере мы говорили очень сильно там про живое тело сейчас вот вчера и позавчера здесь мы говорили больше про отношения сегодня и понятия не имею чем я буду говорить сегодня вот там запорожье еще про разные моменты на нашей работа с зеркалом собирайте пазлики не только вот сегодня я не смогу впихнуть в 18 часов да вот весь свой опыт жизни и все свои исследования и вот на чего же начать ну помоги тело сердце а куда большинство пришло по сердцу о первое точно спасибо первое предупреждение у меня там всегда в блокнотике на 1 1 пункт предупреждение большими буквами все кто пришел просто посмотреть я не помню были здесь такие просто посмотреть да ролики видео до этого будет подниматься всякие состояния осознавания там плакать можете начать еще всякая вещь вот и то чувство благодарности на которые вы способны направляем в эти состояния которые у вас могут подниматься если слишком критично поднимаем руку всех все вместе будем обнимать если вам страшно что вас все сразу обнимут просто поднимайте руку грите не надо но но голова кружится да да не собираюсь переучивать вас там или говорить что вы неправильно живете да я просто делюсь своим опытом жизни никому не собирать втирать что мой путь один единственный истинный на всю планету и мироздание потому что каждый из нас уникальная частица и каждый из нас вот в этом огромном едином я проходит свой опыт свой путь поле ромашек вроде мы все ромашки но каждая ромашка построена по-своему и при дуновении ветра она даже двигается не так как все остальные ромашки в этом прикол поэтому находите свой собственный путь у вас есть тело у вас есть сердце есть такая штука мозг вот офигительная штука честно но хрустит в начале когда долго не пользуешься пугает этот хруст по ночам пугает тишина такая это заснуть не можешь думаешь 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 паслики собираются он хрустит но потом нормально смазка работает нежность благодарности все приходит в норму так вот у вас есть целый набор тело сердце мозг вселенная такая здоровая тетка и этим всем просто можно научиться пользоваться причем не только с моих слов да я буду говорить как я эти инструменты использую а вам просто нужно быть внимательным к своему телу и находить новые инструменты да да мне нашла спектр вот этот вот не слушайте меня посмотрите просто на алгоритм придите в свою жизнь и найдите новые инструменты мы будем расширять исследование правильно только обязательно обратную связь потому что я там это я только изучаю я не все вижу не все знаю я человек да нету кто-то предполагает что я там все знаю там или еще что-нибудь мне больше некуда развиваться и двигаться так это я сказал так вот про сердце про сердце и вот качество жизни есть сердце есть мозг есть тело есть личность ум ну в общем кучу инструментов наше тело способно генерировать чувства и эмоции в общем то у нас получаются телесные состояния кто знает каким образом у нас ну то есть откуда даже не откуда и при каких обстоятельствах обычно у нас рождаются чувства и эмоции а если просто перед зеркалом стоишь на тех с утра эмоциональная реакция перед зеркалом всем известно глубина такая эмоциональная реакция нет ну как не может с утра быть вау ухты а как надо а как надо дальше буду вещать в состоянии я никакая полностью очищена почему смеетесь я проверяю технику я же практик правильно я все на своем опыте проверяю дух сработает сейчас что-нибудь осознаю бабахну прямо здесь нет но это очень клёво потому что кто-то говорит например этого номер например это вот для тебя да это вот так а для меня это по-другому дым прикольно вот для меня это по-другому интересно как это вот так заходишь в это состояние и со своим всем опытом ты здесь видишь все для себя такие новые куски думаешь блин точно реально может со всеми то что видишь ты но эти куски мне очень помогают в моей жизни дальше развиваться сердце и ответственность уже на целый час буду просыпаться поэтому извините да и вот это все инструменты для меня это инструменты и насколько я умею ними пользоваться настолько качественная моя жизнь на как бы от того блин ну когда перестану этого тормозить ну от того насколько я мастерски умею использовать инструменты которые у меня есть зависит напрямую качество моей жизни если со мной происходят эмоции да там а то есть я хожу так что ты меня типа и туда-сюда туда-сюда туда зашла в маршрутку вышла пришла домой устала когда если со мной происходят эмоции как в океан заходишь волны там волны с тобой происходит если сильные с тобой очень сильно происходят волны не факт что ты вернешься на берег я получается у меня есть инструмент моя нервная система в теле у меня есть чувства и эмоции но я не умею ними пользоваться то есть это у меня есть скальпель он бегает такой и бегать туда ты людям больно сделаешь не смей не смей такой небольшой театр потому что я не контролируемый скальпель скальпель у меня есть чувства и эмоции но они со мной происходят то есть я сплю сплю открываю глаза скальпель стоит ну как он живет своей жизнью правильно я с ним связь не никак не налаживаю это очень страшная штука эмоции некоторые там злость ярость обида да так обида так хочется так побольнее сделать другому и пугаешься как это я хороший я так думать не должен и чувствовать этого не должен подавил закрыл а потом как прорывает таким раздражением капитально на кого-нибудь и ты опять не не прекрасен мир прекрасен мир прекрасен раз еще подавил ну и потом это все переворачиваются да говно потом поднимается откуда это я живу вот вот уже долго вот так это потому что долго вот так можно еще руками махать тогда говно так это можно видеть а когда вот так он такое и не может подняться чувства и эмоции это инструменты тело огромнейший невероятный инструмент мозг я за него вообще могу целых 20 часов говорить да он получает информацию анализирует размышляет комбинирует то столько функций делает все это перенаправляет в теле все прописывает все очень классно офигительно ну знаете у нас есть просто мозг ну да серое вещество окей у нас есть просто сердце ну да сердце ну ладно а если что просто тело оно живое нет ну конечно нужно живое но естественно там если я порежусь я чувствую что оно живое и и все есть маленький ребенок понятно что он живой по какому признаку а двигается это тоже двигается правильно ну вот тело тоже говорит постоянно напоминает о себе или нет тело постоянно напоминает о себе как это ты в туалет когда писать хочешь напоминает о себе а как это разговариваешь ну тело же это лишь тело двигается ну то есть можешь сказать в общем то ребенок меня как бы ну тут есть он живой только тогда когда он там просит кушать да я к нему подхожу то есть к тело хочет в туалет я понимаю она живой она со мной взаимодействует а когда я разговариваю что происходит то с кем взаимодействует вот смотри ты руками двигаешь это что то есть если ты закроешь глаза ты не понимаешь что ты двигаешь руками так что ли талон так как это что издеваетесь то есть тело живет своей жизнью да ты сидишь так они очень даже бывают мы с маратом сидим суши баре работаем разговариваем разговариваем у нас чай две такие пялочки там варенье свою я уже съела и сидим разговариваем разговариваем меток рука ты и кушать варкет и вообще видишь что ты делаешь ты как а что ты делаешь тело открою кушать хочу ну то есть вполне да она сама работой сама кушает сама сама пошла на море а я сижу дальше с маратами работы то есть качество нашей жизни напрямую зависит от того насколько профессионально мы умеем пользоваться тем что у нас есть мне понравилось папа научил меня отличные вещи в жизни профессионал он во всех сферах жизни профессионал потому что у него есть если он в одной сфере профи у него есть уже понимание алгоритмов и механизмов того что качество того что ты делаешь проверяется не по фразам я хочу или я бы ну может быть я все время об этом думаю то есть не по фразам не по словам не по бла 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 я конечно это сделаю когда-нибудь однозначно а по результату то есть если ты профи тебя офигительный результат причем не важно в как то есть если ты профи в своем деле например там мегафотограф то неважно какой фотоаппарат ты берешь у тебя есть восприятие ты находишь кадр там я снимала мыльницей как это три шестью три за 200 рублей вначале и дело было не фотоаппарате а в том что бегаешь там видишь там тростиночку там закат станешь согнешься вот так вот сделаешь кадр офигительно сейчас профессиональный фотоаппарат в общем то то же самое тростиночка офигительно вот и если вы профи в своем деле то вы понимаете что если слова не заканчиваются действиями и действиями на сто процентов качественными тогда результат который мы получаем он немного сомнительный потому что насколько сколько мы усилий прилагаем к тому что мы хотим получить то мы в итоге получаем если работаем мы над собой так ну вот так ну чуть-чуть ну вот в эту степь или вот в эту степь а потом садимся и говорим не работает не фурычет я здесь чуть-чуть и здесь и здесь даже много и здесь много а ну как-то вся жизнь бытовая не меняется потому что мало прилагать усилий и очень много усилий важно еще понимать простоту и эффективность действия блин прям как бизнес-семинар честное слово да точно это же москва какое единство это бизнес семинар просто это говорю вначале что потом на это все уложить остальное строя фундамент так вот профи и не профи возьмем так например у нас есть просто человек который реально прилагает максимум усилий он прилагает максимум усилий но неэффективно он работает по 20 часов в день делает один процесс потом делать второй процесс потом только после этого делать третий процесс это занимает у него целые сутки он приходит домой уставший есть другой человек он смотрит на это все и находит самый простой эффективный путь действия это занимает у него 3 часа у него есть результат у этого 20 часов есть результат уставший приходишь домой боже мой времени на жену детей уже нету здесь есть чувак 3 часа результат такой же результат приходит домой куча времени можно сходить в кино там не за почитать книжку и между ними разница только в том что один видит именно простоту и эффективность действия вот во вселенной для меня так из моего опыта во вселенной все создан создано просто просто и легко 1 2 максим 3 обычно 1 2 1 2 1 2 все просто и легко все просто и легко но когда я не знаю чего это вообще такое да я прихожу в игру там самые простые магистрали вот вперед там налево вперед ну направо такой квадратик представим такой квадратики вот ровно или не сюда и ровно или не сюда то есть как клеточка все просто правильно то есть не запутаешься и либо суда пойдешь там 4 клеточки либо суда 4 клеточки либо суда то есть в общем то никуда ты не потеряешься но если вы садитесь в машину и вы не умеете нее вести не переключать передачи никуда включать ключ засовывать бензин не понимаете что нужен бить то есть если вы не умеете обращаться со своим инструментом со своей машиной если вы не знаете что куда засовывать что где поворачивать то приходит такой момент что вы просто толкаете свою машину по этим дорогам и хоть и блин как-то все сложно очень сложно то что ж такое есть другие люди они ездят вы думаете блин вот это как они так это делают а есть люди которые там не знаю на самолетах летают раз в другую точку то есть простота и эффективность если работа над собой занимает годы и при этом еще и результат он такой сомнительный в общем то все меняется да в общем то но бытовая жизнь в ядре остается на месте духовное развивается мы ездим на сатсанги на семинары мы выходим на природу подальше от людей и все классно там в этой сфере все меняется я глубже чувствую все обалденно я лучше понимаю себя на природе естественно я лучше понимаю когда прихожу на семинары нахожусь в общем поле невероятно я возвращаюсь домой и там тоже жопа что и было я думаю ну как же нужно бабла еще заработать и поехать вот туда здесь я развиваюсь а здесь я не развиваюсь здесь я деградирую нафига этот быт я лучше буду здесь жить дело в том что дело не в моменте есть природа есть семинары а здесь быт дело в том что ваше говно всегда внутри вас просто квартира и близкие люди проявлять это говно намного быстрее и проще эффективнее чем природа семинары тут отвлекаешься думаешь ой как все прекрасно все невероятно ну я же прихожу наслаждаться на природу не говно поднимать правильно мне хватает в моем быту говно поднимать я на природу прихожу отдохнуть расслабиться ну нормально логика адекватная такая бодренькая вот у меня есть порог вот здесь вот порог и туда класс 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 только переступаю порог о боже тяжелый ужасный быт может еще пойду погуляю да точно нам еще пойду погуляю да до свидания обалденно суперски здесь вот мы испытываем чувства и эмоции на эти чувства и эмоции в ком происходит ну ладно не в стенках же в теле вашем в теле лифте ли соседа это где чувства и эмоции происходит с другой стороны а здесь что а что здесь происходит а чувства и эмоции там а здесь явление окей слышишь тело вот так вот лажанули мы немножко фишка в том что это боль всегда внутри нас просто есть сферы в пространстве где это боль практически не слышно если музыку хорошо вруби так в наушниках есть пространство которые только наступаешь и ты срока а вот вот мама пока все я на природе я отдыхаю обалденно суперски круто вот бы собрать деньги жить на природе всегда горы народу нигде нету никто не может проявить вашу внутреннюю боль поэтому для меня проверочный вариант это насколько меняется именно бытовой уровень вашей жизни ну вернее моей жизни и для этого у меня были очень интересные условия там я не могу выйти нормально из дома 25 лет ну ладно с 13 до 25 это сколько восемь лет восемь лет одна и та же квартира маленькая комната папа и мама который ругается уйти ты никуда не можешь ты даже на улицу выйти не можешь потому что спазмы приступы и все такое что приходится делать учиться любить и понимать приятная безысходность потому что проходит кто-нибудь утром там хлопнет дверью раздражение мама заходит в комнату достала папа заходит в комнату сейчас что-то будет требовать и моментально я вижу в себе и все свою боль и страхи и зажимы вот прекрасно там моя комната несколько там квадратных метров маленькая место для практики не надо никуда на природу выходить не надо ехать на семинары есть я есть мои реакции есть раздражители в квартире таким образом естественно есть еще интернет контакт забирает очень много времени кажется что все хорошо вместо природы заходишь в контакт и уже неважно кто там кричи и неважно зашла ли мама или что сказал папа папа что сказал какие-то фотографии комменты лайки классно все уже так не сильно волнует главное отодвинуть это на задний план она где-то там а я вот здесь отвлекаюсь ухожу в свое занятие все нормально и вот у меня есть чувства эмоции они происходят в моем опыте жизни они происходят в моем теле вот напрямую в моем теле папа заходит и у меня паника мама заходит у меня чувство вины думаю нифига себе а я чё здесь делаю ну как я открываю контакт и я радуюсь есть три реакции я радуюсь у меня чувство вины и паника это все происходит у меня внутри но я это не контролирую не понимаю каким образом она вообще возникает нет ну я вижу взаимосвязь что-то происходит снаружи и у меня появляется реакция происходит другое снаружи у меня другая реакция причем стоит понять папу и почему-то реакция меняется где логика это же вроде стабильная эмоция не нифига меняется мага значит в общем то можно вырлить на то чтобы не мама и папа не раздражали не вводили состояние чувства вины стыда и паники всего остального как ну есть два варианта можно все подавить глубоко внутрь и тогда становится ну я их принимаю такими какие они есть они просто существуют я позволяю им существовать на другой стороне стороне квартиры подавила агрессию они меня больше не раздражают они просто существуют я им это позволяю как и как я к ним отношусь когда меня спрашивают ну-ка ровно это какие эмоции чувства когда ровно я все время спрашиваю кто может ответить когда ровно это какие чувства эмоции это чистое состояние никаких эмоций и чувств сидишь так мама зашла папа зашел контакт открыл смысл ну как же есть смысл вот это состояние в нем безопасно в нем я не чувствую боли не чувствую своей грязь вообще ничего не чувствую ничего не замечаю это что-то что-то происходит и нет ни того никого нету тут кто с этим взаимодействует можно так девять часов поставить до конца не конечно я не устою я прыгать начинаю и так эмоции и чувства происходят в моем теле значит в общем то я могу что-то с ними делать не они со мной происходят а я с ними случаюсь так что и вот ответственность за выбор качества вашей жизни снова бизнес-тренинг ответственность за выбор качества вашей жизни очень тесно связан с тем насколько вы понимаете и умеете использовать ваши чувства и эмоции что больше всего каждый из вас хочет в жизни чувствовать кто хочет поделиться еще что хочешь чувствовать больше всего в жизни нет ну что-то одно самое самое такое вот ахатова по-другому окей спасибо тогда по-другому себя отношения и потом я хорошо чувствую близких людей я на них настаивать и потом в себя вернуться не могу а ну да я понимаю очень я с 14 там до 20 я ходила и маме плакала мама как я пойму что это я человека люблю они и не он металл ко мне чувствуют он уходит я больше ничего не чувствую вот и группа а как ниже дальше а мамочка это тебе надо будет про эмпатию писать откуда я знаю как тебе жить дальше тогда переформулирую вопрос без какого чувства если его убрать из спектра будет невыносимо жить доверие на еще а вот из тех спектра из тех чувств и эмоций которые вы испытывали именно вот вы испытывали и если это убрать сейчас из вашей жизни жизни станет невыносимой какие еще не то когда будет чистое сознание это что но выходишь из нулевой точки либо больно либо на тебя люди начинают наезжать возвращаешься в нулевую точку и все нормально какие вот чувства из тех что ты испытываешь в жизни или испытывала если это чувство убрать вот без него будет очень тяжело хорошо ну тогда это будет целостность как раз таки вся гамма да да если ее убрать если будет как бы перекос не будет гармонии то мне не будет комфортно супер еще для меня это взаимодействие с реальностью потому что как раз нулевая точка она так присутствует можно выдавать там эмоции но она никак не связана с реальностью никак не связана с реальностью говорят что нулевая точка никак не связана с реальностью еще еще какое-то ощущение силы и способности что-то сделать создавать так интересно к чему это я все спрашивала я местами забываю что я говорю выпадаю из потока такая в состоянии а потом приходится влазить и взаимодействовать с реальностью и вот если у вас есть чувства и состояние которыми вы очень дорожите без которых вы понимаете вы не сможете жить это будет не та глубина жизни не то качество жизни то мы стараемся обычно находить место в пространстве где это состояние мы испытываем проживаем все время то есть если это радость то я если для меня без радости вообще нету смысла жить то я буду искать места где я могу радоваться людей с которыми я могу радоваться фильмов на которых я могу радоваться дела и занятия в процессе которых я могу радоваться но я упускаю одну вещь снова и снова смотря фильм привет снова и снова смотря фильм читая книжку взаимодействуя с другими людьми когда я чувствую радость это чувство происходит где в ком внутри 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 я получаю этот опыт радости уже нету нужды как наркоману бегать за чем-то снаружи не в смысле что нужно сесть в это состояние и генерировать радость нет а часто бывает когда дома ты приходишь домой да ты уже не радостный есть ситуации или места в которых депрессивно грустно тоскливо в лифте едешь куча а в метро едешь нет метро весело кстати на работу там какую-нибудь офисную приходишь радостью не пахнет даже близко да ладно это как зависит очень от тебя же самого вот именно это зависит от нас самих потому что можно прийти на работу и так нарадоваться что из других такое говно попрет что могут уволить с работы но без коммуникации то гайки случаются иногда и шурупчики так вот очень классно это зависит от меня какое пространство вокруг себя я создаю то есть либо я еду в метро и там очень весело нет ну почему там очень весело сейчас в пике слышала сейчас в пике я еще не была в метро особенно в Москве попробуй единство говорят сразу чувствуется во всех местах тела орех аряду на работу и как то аizer так сухо вяло серо а че а в чем разница в метро было круто на работу не غ until нет в метро было радусов практически да очень радостно особенно когда на работе рассказываю так в метро а на работе неieves аша Маловато будет а как нужно чтобы было Так это, ты пальцами вот так вот работаешь, а внутри вихри гоняешь. Нет, ну это же внутри тебя происходит, ты приходишь на работу, знаете, такие маги, скрытные такие чуваки, алхимики, они так приходят на работу, а внутри такая энергия, стихия, люди думают, что меня так колбасит рядом с ним-то, а? А он просто работает, он просто занимается офисной работой, и никто не распознаёт в нём мега-чувак, который там генерирует, вихри гоняет, там у него радости там тонны, нет, это же не видно по лицу. Он в нулевой точке, как это он на работе. Кто? Зависло. О, это нулевая точка. Пока. И вот мы сами, вот мы лампочка, да, там, бесконечное количество ватт на этой лампочке нарисовано, прикиньте, такие лампочки будут. Мы себя куда-нибудь там вкручиваем в какой-нибудь столб, вкрутились, винтились, и думаем, что-то народ какой-то серый, не буду я для них светить, пострадаю. Что сделаете? Офиговая лампочка, меня выкрутят. Нет, ну кому нужна такая лампочка? Говорят, посмотрите, какой фонарь, он не светит, пол улицы не освещает. Что такое? А вы слушаете, какие люди, они недовольны, всё время претензии. Вообще не буду к ним светить. Потухаете. Всё, буду страдать капитально в полной депрессии. Зачем? Смысл? То есть люди вокруг недовольны, и вы выбираете фиговое качество жизни. Где логика? Кто мне скажет? Безопасность. Какая безопасность? Они же выкрутят лампочку. Какая же это безопасность? Лампочку же выкрутят. Логика вместе тут. Какое-то чувство мести ведёт. Да-да-да-да. Это огромный такой глубинный механизм. Чувство мести. Вы недовольны? Хрен я вам буду светить. И тут как-то вычеркивается, что, в общем-то, вы же своё качество жизни только что слили в унитаз. Так, а зато есть кайф от того, что им тоже будет фигово. То есть первичная выгода состоит в том, что им будет фиговее, чем мне. Потому что я-то всё это делаю, да? Это я режиссёр. Это я не свечу вам. И вам из этого херово. А потом проходит какой-нибудь столб. Человек со столбом, со своей лапочкой. Говорит, а что? Мне нравится. Я сам освещаю свою жизнь. У меня ещё музыка играет. Знаете, там американцы, которые там... Всё круто, вполне очень классно. И столб такой стоит. Ох, ты зараза! Ты в моё пространство зашёл? Со своим светом? И такая вспышка и перегорает. Вот, зашёл в своё пространство со своим светом. Спасибо. Так кто мне объяснит логику? Я фонарь. У меня есть лампочка на бесконечное количество ватт. Что хочу, то и делаю. Куча рядом недовольных людей. Знаете, метро. Я лампочка в метро. О, где там встретишь весёлое лицо в час пик? Обычно весёлые лица на весёлые лица не надо, зовут сказать. Считается по волчанию, что на метро в час пик люди все должны быть недовольны. Да ладно. Если хорошо сжаться и погенерировать, все будут счастливы. Сделать такой флешмоб, да? Благодарность и радость. В поездах. А? Ещё только так. И вот, я лампочка в метро. Я вижу эти недовольные лица. Думаю, ох вы, ох вы. Не поднимайте мне настроение, да? Вам пофигу на меня, да? Я вам не буду светить. По-моему, все там так и делают. Так объясните мне логику. Когда я не свечу, я в депрессии, я страдаю. Испытываю огромнейшую боль. Потому что кайф – это когда я сияю. Это же круто. Я радуюсь. Я чувствую весь спектр. Не только позитивных эмоций при этом. Знаете, идёт кого-нибудь там, матюкнулся, такая, мигнула. Какой ты? Зато это даёт глубину переживаний. Объясните мне логику. Я выбираю фиговое качество жизни, но зато меня колбасит в кайфе от того, что им ещё хуже, чем мне. По факту, может, им не так уже и плохо. У них там есть свои фонарики, временные там. Надо порадоваться, а то я ничего не вижу. Куда идти? Фонарь такой, ё-моё, вообще. И фонарь такой, я вообще не буду никогда тебе светить. И уходит в состояние депрессии и страдания. Кто расскажет мне эту логику? Возможно, если рассматривать с точки зрения эту реальность, как бы… Мне пять лет. Мне пять лет. Она же разделённая, да, здесь никто не воспринимает других как часть самого себя, поэтому отсюда же… Стоп, 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 стоп. Мне пять лет, я не понимаю умных терминов, реально. Вот. В смысле, тебе… Давай ещё спереди. Ты говоришь… Тебя все, типа, с подушным фонарём, или что? Нет, ты говоришь очень умными терминами, я не понимаю, мне пять лет. А, я думала, ты хотела… Нет, нет, нет. Потом могу, знаешь, ещё если по собственному опыту сказать о том, что люди, которые всё время в каком-то таком депрессивном, умном состоянии находятся, и вот как бы они воспринимаются, как умные, с ними нужно считаться. А те люди, которые лёгкие, вот они весёлые, типа, они какие-то вот не совсем вот нормальные. Ну, это когда из опыта своей жизни, да? Говорю, поэтому, допустим, если даже вот брать школу, там, те дети, которые были, ну, как я потом знала, что эти там глубокие проблемы были психологические, то есть они были всё время какие-то вот серьёзные, они никогда не радовались, они вот вот все прям гружёные. Их уважали учителя, они ставили более лучшие оценки, как бы с ним общество считается. То есть это признак некой, видимо, серьёзности и какого-то, видимо, ума, как, возможно, расценивается. А человек лёгкий, он, это такое, как бы, особо, видимо, беззаботное существо, не особо глубокое, с которым можно не считаться. Скорее, вот, как бы, я думаю, что здесь есть, что-то... У которого нет проблем, у которого не нужно, не нужно ему помогать, не нужно ему сочувствовать, у него всё хорошо. Вообще, не надо, что лицо. Пусть он делает всё с ним, и всё хорошо. То есть они не видят, что то, что тебе хорошо, это результат твоей сложности работы со своим, там, сговором. А вдруг у меня реально счастливая жизнь, говна никогда не было, даже не знаю, как оно пахнет. Да, или так, например, возможно, это будет реально. У них говна нет, это бывает. До поры до времени, пока они начинают с родителями общаться, у них говна нет. Ну как это попозже? Вот этот вот механизм мести очень классный, потому что я готов пожертвовать своим качеством жизни, да, сознательно пожертвовать своим качеством жизни, чтобы вот этим существам рядом стало понятно, какое они говно. Они же ходят серые, недовольные, депрессивные, никто не светит. Я тоже не буду. Ну как это единство? Ну правильно, никто не светит, и я не буду. Вы боишься раздражать? Вы боишься, что уничтожат тебя за это? То есть метро, смотрите, метро, темно, ни одна лампочка не горит. Лампочка думает такая, может посветить? Может посветить? Они будут недовольны, если я начну освещать им половину метро. Не, 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 не. Не, 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 я буду как все, буду как все. Поднимутся океаны боли подошло. Подожди, подожди. Так если эта лампочка начнёт освещать половину метро, ты хочешь сказать, что люди не начнут улыбаться? Они идут по темному метро, они вообще не видят, куда идут. Такая толпа. То есть они такие идут Лампочка Почему кто-то раньше не включил эту лампочку Так, поднимается говнецо Нет, нет, елочка Не, не, хватает отваги Ты думаешь, нет, все равно Я буду светить людям Они такие идут Я вижу, куда я иду Ой, прикольно Спасибо, лампочка Ну, естественно, сначала была агрессия Что ж такое-то А потом уже благодарность Ну вот, видите, благодарность вы можете испытывать Только сначала нужно жопу А потом, когда хорошо И вот после жопы благодарность на моменте хорошо Очень глубокая А вот если без этого Создать себе проблемы Создать себе боль С другую сторону ушла, точно Ну, когда на самом деле так происходит Что если радуешься Постоянно смеешься Говоришь, что думаешь на самом деле То серый круг считает, что Ну, она какая-то ненормальная Она какая-то гура То есть так нельзя себя вести Ну, про последние однозначно так и говорят Когда говоришь то, что думаешь Прямо на тебя так смотрят Ты думаешь, ты че Ты вообще в курсе, где ты живешь, да? А где тогда вот в этом моменте То есть ты приняла решение Перестать улыбаться Ну, потому что постоянно Мне задавали этот вопрос Почему я улыбаюсь Я действительно не понимала Почему я это делаю И как бы И перестала Ну, постоянно не стала Но часто В принципе, я смеюсь И когда это происходит На меня тоже Ну, это косяться И как-то сразу Занижают мои умственные способности То есть считается, что я Как-то глуповата То есть смотри Если ты не понимаешь Почему ты улыбаешься И если другие не понимают Почему ты улыбаешься Тогда ты перекращаешь это делать А если бы ты понимала Почему ты улыбаешься А они нет Ну, все равно Какой-то страх Что люди будут Не любить меня Плохо ко мне относиться Не уважать меня Не общаться со мной Либо Ты хочешь сказать Что если ты будешь серьезной Они все будут тебя уважать И все с тобой будут разговаривать Ну, вот как-то так происходит Что, допустим, у нас было Несколько так Самая просто девочка Которая буквально слала всех И просто криком жестко Вот так вот И все пытались ей понравиться Как-то Танечка, Танечка А как бы И там просто Ну, просто матала на тебя буквально И как-то раз Извини Ну, у нее куча друзей Таких будет именно Которые под нее подстраиваются Да А если там Что-то радостно Ему вообще Профиг Он говорит Что-то думает А есть смысл В тех друзьях Которые под тебя Подстраиваются Ну, просто Уже возникают Какие-то дальнейшие Такие моменты Что Разделение компании Да, допустим Вот эта компания Она пробивает Ну, институт С художественным было Как бы Вот эти люди Делают выставки Да А ты же типа Не с нами Да А ты не будешь С нами участвовать И получается Что Раз ты остаешься Как бы Одна Да И не при делах А хочется же Не зря же училась И хочется Улыбаться Поэтому ты Перекращаешь Улыбаться Прекращаешь Говорить То, что ты Думаешь Прямо А, нет Ну, у меня как-то Это не получилось Честно говоря Фу Слишком Был На улице Перестала Но Как бы Я все вижу Но Говорю То, что И Думаю Ну И осталась Такая Обида Почему Так Произошло Да Ну За Что Мне Это Я же Ничего Не делала Да Почему Я не могу Быть Такой Какой Я хочу Быть Почему Я не могу Выражать Свои Эмоции Искренне Очень Классный Вопрос Почему Вы не можете Выражать Ваши Эмоции Искренне Кто Вам Мешает Но Видимо Опять же Тема Изгоем Стать В обществе Потому Что В этом Обществе По Определенным Причинам Принято Определенные Эмоции Серые Можно Как-то Покороче И вот Глубину То 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 Это Круто По Художнике Писать Поэт Они Все Глубы Глубой Обязательно Поподвиж Поподвиж Корпины Или В жизни Новая Текста Либо Они Легкие И Попсовые Никакие Хорошо Сказала Легкие Попсовые Никакие Без Мозгов Либо Глубины Но Серьезно И Со Смыслом Либо А ты видела людей, которые легкие, радостные, но со смыслом, не груженые? Ну вот, знаешь, это исключение. А кто сказал, что я не груженая? А, так я не выгляжу груженой. Это другое. Нет, как, ну вот я не выспалась. Вот, у меня там глаза, не знаю, что говорить, хочется поспать немножко. Ты очень классно сказала. Если легкий, тогда без мозгов. То есть для того, чтобы тебе себя любить, тебе нужно стать груженой. Если ты станешь легкой и радостной, тогда получается по своему же определению ты станешь без мозгов. Ну да, я привыкла к этому стандарту, который мне навязывало общество, что она слишком какая-то веселая, ни с того ни с сего, это как-то не так, то есть наемная рука. Я сама это приняла уже для себя, ну то есть я не считаю себя глупой, но я считаю, что, да, наверное, так не стоит тебе лезти, я неправильно себя. Хорошо. Образ блондинки. В смысле образ блондинки. А если брюнетка легкая, тогда она без мозгов. Ей кредит доверия за цвет волос. Да. Хорошо, вот нас 7 миллиардов. 7 миллиардов смотрят друг на друга, говорят, ну смотрите, все депрессивные, ну значит, буду тоже депрессивной. Я буду груженой, тогда люди подумают. Главный фактор. Другие люди подумают, что я вот такая. А как это вообще соотносится с тем, какие вы есть на самом деле? Никак? Точно никак? А может соотносится? То есть есть вы, вот есть настоящий вы, да, который там кушает, спит, сидит ВКонтакте, его никто при этом не видит. И все классно, он счастлив, радостен, легкий, все круто. Есть другой человек, которому нужно играть на публику, для того, чтобы о нем думали, что он красивый, да, умный, там не знаю, радоваться нельзя, да? Еще еще нельзя, нельзя быть веселым. Нужно быть, а, значит, он серьезный, да, он груженый, по нем сразу это видно. Несчастный. Несчастный, да, вот если он несчастный, все, его все будут уважать, с ним будут разговаривать, его жизнью будут интересоваться. Ну да, как это происходит. Да, на самом деле. Талант. Да, если раз, когда он подходит, спрашивает. Ну ты говоришь, тебя тоже спросили, а что это такая радостная? А возможно, это, кстати, искусственное лечение внимания, да. То есть они живые. Не подходят, узнают, как высячил, вот что у тебя случилось. Это же, опять же, человеку энергию таким образом потребляет, внимание, правильно? То есть ему выгодно быть в состоянии депрессии какой-то постоянно. Ну да, вы видели фонарь, ему выгодно. То есть вы ходите, что тебя спрашивают, а еще подлятся на тебя. То есть, естественно, вы там не считали комменты, да? Это раздражает. Счастливые люди очень сильно раздражают. Так смотрите, у нас есть социум, там 7 миллиардов людей. И если мы решим, если каждый из нас, да, не мы, но каждый из нас решает быть как все, потому что только таким образом о нас думают хорошо, получается огромнейшее метро, целая планета и лампочки не горят. А каким образом тогда менять качество жизни? Каким образом менять качество жизни всего социума? Это такие отличные, великолепные темы, там, движения, все классно, меняем нашу жизнь к лучшему. Как? Тем, что для нас все еще важно общее мнение. Вот что о нас скажут, это и есть то, что мы типа есть. Вот если обо мне говорят вот так, значит, наверное, я вот такой. Если обо мне написали ВКонтакте, такую хрень, это что, я думаю, я что, вот такая, да, сейчас пойду сравню с зеркалом. Так, вроде как-то, но если покривляться, то похоже, но только внешне. Мы же целое скопление народа. И если стремно встать и начать сиять, и если мы не делаем это, если каждый из нас выбирает, то есть каждый из вас выбирает либо перестать сиять в метро, либо начать сиять на полную, либо хотя бы начать хоть чуть-чуть сиять, чтобы видеть эту вот реакцию и разницу. Не в других людях, а в себе, в вашем самоощущении. Ведь если вы не сияете, это ваше самоощущение фиговое, это вы становитесь реально груженным. Вы чувствуете несчастность, никому не нужность, одиночество. А кому нужны фонари, которые не светят? Естественно. Потому что они сами себе не нужны. Они говорят, не, я не буду себе светить. Я даже себе не буду светить. Человек говорит, и других людей. Это же ваше самоощущение. Ваше самоощущение. То есть настолько насрать на собственное самоощущение, на собственное качество жизни. Лучше я буду такой, как все, и мне будет фигово, я буду депрессивной, я буду чувствовать одиночество и, не знаю, плакать в подушку, и писать офигительные поэмы про страдание, боль и великую двойственность. И тогда меня реально будут уважать, у меня будут книжки, у меня будут пиар и много бабла. Либо я просто буду счастлив изнутри, да? Я смогу радоваться в любом месте, где я нахожусь. Я смогу испытывать нежность ко всему, к другим людям в метро. Не в смысле бегать и хлапать, обнимать и все остальное, а просто испытывать к ним нежность, ведь они могут быть не в курсе. И по лицу не видно, да? У меня нулевое состояние на лице. А я испытываю нежность. Офисный работник, так, тык-тык-тык-тык-тык-тык, работает и испытывает нежность. Ему кайфово внутри. Сам факт, что вам, именно каждому из вас, кайфово внутри или не кайфово. И вот тут главный вопрос. А насколько вам это надо? Ну, то есть вам надо хорошо чувствовать себя внутри? Может, не надо? А кому это вообще? Ну, это какая-то вещь какая-то непонятная. Чувствовать себя хорошо изнутри, несмотря ни на что. О, это же ненормально. Это о ответственности собственного качества жизни. Чувствуете депрессию? Попробуйте понять себя. Почему в данный момент вы выбираете проживать это состояние? Не в смысле того, что это состояние нужно поместить в подвал, накрепко его закрыть, а потом сказать, «Я не чувствую депрессии!» А что ты чувствуешь? Ничего! А в том, чтобы понять, почему в этот момент вы больше всего предрасположены проживать именно это состояние. Почему именно в этом состоянии вы чувствуете себя более комфортно, чем в каком-то другом. И когда вы понимаете это, там, например, у меня депрессия, почему? А меня бросил парень, а вот он меня не понимал, все, все мужики козлы, и у меня депресснят. И когда я понимаю это, я просто их тупо ненавижу. А почему? И тут дальше я начинаю себя понимать. Потому что никто из них меня не понимает. А почему? Почему мне надо, чтобы они меня понимали? Ну как? Я-то себя не понимаю. Я не понимаю, почему вот я такая, почему у меня коленки кривые, почему у меня зубы разрушаются, почему у меня попа большая. Я понятия не имею. Нужно найти кого-нибудь, кто понимает, почему я такая. А когда такого человека нету рядом, у меня депрессия. И когда мы понимаем, почему мы это чувство сейчас испытываем, мы можем сделать другой выбор. Потому что если делать выбор насильно, так, у меня депрессия, потому что никто меня не понимает, сейчас я буду радоваться, сейчас я заставлю себя радоваться. немножко амфитаминчиков, и я заставлю себя радоваться. Нет. На силу можно только себя сломать. И совсем другое, когда я понимаю, почему, то есть я себя не понимаю. А здесь опасность. Я же подхожу к собственной боли, я себя не понимаю, я не очень-то себя люблю. А если я себя не люблю, то обычно я себя ненавижу или презираю. У меня к себе отвращение за то, какое я себя вижу каждый день в зеркале. Поэтому у меня зеркало завешано черной тряпкой, а зубы я чищу и умываюсь так на ощупь. Главное не смотреть. И расчесываюсь точно так же. Если я себя не вижу, то мне кажется, что все хорошо. Конечно, иногда я ловлю взгляды окружающих людей, но на них я тоже стараюсь не обращать внимания. Они просто есть, и пускай идут мимо. В общем-то, жизнь становится безопасной и комфортной. Но все равно нету человека рядом, который бы понимал, почему я так делаю. То есть я себя не понимаю, я не понимаю, почему я это делаю, почему я делаю такое решение, почему я проживаю вот такие состояния, почему я до сих пор не знаю, чего я хочу. Я не понимаю себя настолько глубоко, что мне нужен кто-то снаружи, чтобы он меня понял, я посмотрю, как он это делает, и, может быть, научусь. Но обычно мы не учимся, запихиваем его внутрь, женимся, создаем семью, рожаем детей, и все еще себя не понимаем. И вот когда я подхожу к своей боли внутри, когда я понимаю, почему мне так адски больно, что никого нету рядом, когда я понимаю, почему мне так невероятно одиноко, что я никому вот такая не нужна, что в какой-то момент я прихожу к осознаванию и проживаю эту боль телесную, что я сама себе вообще не нужна, что если бы была возможность, я бы просто не жила. Когда понимание уходит глубоко внутрь, тогда состояние депрессии не является только вот этой вот безвыходностью, потому что хочешь радоваться, а все равно внутри депрессия не получается нормально радоваться, выходит такой оскал, и обычно еще боль поднимается при этом, еще больше. А когда понимание уходит глубоко внутрь к ядру, к боли, и мы можем почувствовать, что там, понимание вместе вот с этой благодарностью, нежностью к себе, а не просто, что у меня там, сейчас покопаю, 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 ой, кровь пошла, что-то не так что ли? Больно, ну да, больно, так и должно быть, говно так и выглядит, я его поднимаю, все хорошо. Это все еще не понимание себя, потому что можно уходить вглубь, но иметь меры безопасности, то есть состояние благодарности, чувство благодарности, чувство нежности к себе, к своему телу, ко всему, что происходит внутри. Это как ребенка, можно его там закинуть в коляску, сейчас, что-нибудь не попало, да, и совсем другое, когда вы его берете, аккуратненько несете, там ложите, все классно, он там заснул, не кричит, все окей. Так же самое с самими собой, мы обычно себя кидаем и не всегда попадаем. А еще мне нравятся фразы, когда говорят, когда мне капитально, хреново, телесно, значит я хорошо поработала над собой. Вы что, издеваетесь, да? То есть это примерная аналогия, что если моего ребенка вырвало от завтрака, он наелся. То есть настолько сильно не чувствуем, что наше тело живое, наше тело, это тот двухмесячный ребенок, мы его фигасим об стенку, не попадаем в коляску, еще раз, еще раз, да что ж такое? А потом больно, фигово, о, значит говно поднялось, значит хорошо поработало. Почему не попал? Вот какой-то плюс, да, я понимаю, почему я не попадаю. В следующий раз буду лопатой. Это так смешно сейчас, потому что аналогии такие. А по сути наше тело, этот маленький двухмесячный ребенок, он все же это чувствует, мы же это с ним делаем. Мы думаем, ну смотри, если мы хорошо работаем, то тебе очень сильно плохо. Тело такое чешет голову, это с какого счастья такая логика? Хочешь сказать, что если ты когда-то хорошо позанимался сексом, тебе очень херово? Но такая логика, почему ты работаешь на духовную работу с тобой, да? Говно покопали, внутри больно, колбачит от ярости и агрессии, кого-то хочется прибить, на себя в зеркало смотреть не можешь, значит там все поднимается, все круто, все правильно. Но ведь этого не избежать, все равно будет как-то хреново, больно. Ну вот, слышите? Когда бросаешь ребенка с полтора метра в коляску, этого не избежать. Я что-то сделаю вне хрена, значит я делаю неправильно, что ли? Такое логика? Во вселенной все легко и просто, и устроено на то, чтобы ты наслаждался жизнью, а не фигачил себя в стенку. Если ты испытываешь боли, дискомфорт, значит где-то в этом месте ты не понимаешь. Это так же самое, как я сейчас буду пытаться выйти, вот я сюда пойду, в туалет, да? Смотрите. В этом стучу, да? И мне больно. Я прилагаю усилия, я молодец, я пытаюсь пойти в туалет, только через стенку. И совсем другой момент, да? Нет никакого дискомфорта, я четко вижу дверь, я открываю, пошла, дверь не открывается, вот, пошла, все нормально, никакого дискомфорта, никакой боли, я не фигачу себя в стенку только для того, чтобы найти дверь. Все равно есть усилие для открывания двери, это для лакания. Да, но есть разница, вот это и вот это. Нет, но есть для тебя разница. Есть, конечно, но просто, если по какой-то времени начинаешь сейчас тренировать радость, поднимается головно, допустим. Начинаешь его прорабатывать, но бы на таком все-таки есть. Это не значит, что не надо тренировать радость, не надо, чтобы она поднималась. Нет, не значит, но если ты определяешь качество и результат, то есть, если я определяю, насколько хорошо я сейчас хожу в туалет по тому, как сильно у меня будут болеть руки, когда я выходила туда, тогда это проблема. Понятно. Ну ассистенку пролонут, это вообще сила. Так, конечно, так тобой все гордиться будут, да? Посмотри, ты все иди заплати, пожалуйста, за стетку. Хорошо, если ты не понимаешь себя, у тебя есть боль, а я не понимаю, от чего это боль. Вроде бы все хорошо, но я понимаю, что внутри что-то лезет. Что это за боль? Я вот сегодня зашла в метро, да, я посылаю себе это любовь, но у меня внутри какой-то камень, что с ним делать? Понимать его, надо слышать себя, я дальше буду об этом говорить, да. Особенно это будет второй день, второй день будет вообще вся практика. Как вот понять себя так, чтобы понять, что я себя понял. и вот каждый из вас несет ответственность за качество, за выбор качества каждого мгновения своей жизни. То есть это вполне логично, что я осознаю, видя дверь здесь, я начинаю биться и ломиться об стенку, чтобы выйти в туалет и пописать. Я осознанно это делаю, если я вижу дверь? То есть я могу войти в дверь, но я почему-то начинаю ломать стенку. Выбор, да? А почему, если я вижу дверь, я начинаю ломать стенку? Это тебе надо спросить. Привычка. Не, не привычка. Просто понимаете? Почувствую свою силу какую-то. Так все любит. Да. Так я могу. Вот именно. Так слишком просто. Пошла и пописала, и счастлива. Нет. Если я буду бить стенку, во-первых, я чувствую себя сильной, да? Не тупой почему-то. Ну, сильно. Нет, ну как я буду сильнее хотеть? Писать я буду больше бить. В конце концов, я проломлю дверь, вернее, стенку, или кто-то подойдет ко мне и скажет, ты что, офигела? Вот дверь. Я скажу, нет, ты не понимаешь фишки, чувак. Я хочу получить кайф от того, что я проломлю здесь дверь и там сделаю свои дела. Духовный путь. Да. Это и есть духовный путь. Потому что, когда легко и просто, это неинтересно. Да, что вы все вот берете? Я вон своим путем пойду. Вот именно. это очень классная штука. Посмотрите, толпа, вот это социум, все идут в дверь. Нет же, зачем? Я же уникальное создание, да? Я проломлю стену и всем станет ясно. Всем станет ясно, насколько я уникальное создание. А потом у меня появятся последователи. Вскоре, через две тысячи лет, все будут... все будут проходить сюда. Об этом уже все забудут. Третью дверь пора делать. Да, а у нас уже сколько дверей рядом? и потом приходит кто-нибудь и говорит, вы что, полные дебилы, да? Дверь есть. Они говорят, чего? Ты не настоящий просветленный, ты что? Ты не рубишь фишку? Да не цепляйся ты за слово. Хорошо, как ты назовешь человека, который сейчас будет идти в туалет через стенку. Я согласен, я говорю о другом, потому что все-таки возникает какая-то боль в процессе. Где? Внутри. А почему она там возникает? Ну вот... Она возникает, когда ты вот туда идешь. И когда ты видишь адекватность этого метода, тогда возникает боль. Когда ты не понимаешь, почему ты такой идешь и говоришь, ну хорошо, ну вот представим, да, предположим, это просто и легко, но как так может быть, чтобы без боли? Как так может быть, чтобы вот этот процесс был без боли? Это же ненормально. Нормально, когда есть боль. Боль – показатель чего? Не знаю. Нет, скажи мне. Ты же, вот сейчас ты свою карту мира говоришь, да? Тогда можешь поделиться, что для тебя боль? Боль – показатель чего? Если ее не будет, то чего не будет? Но если ее не будет, то… То что? То все будет радостно и просто. Ненормально, правильно? Тогда не будет понимания. Как это? То есть только боль приносит понимание? Если… Не дайте бы без боли сидишь, только все нормально, можно срабки лежать, ничего не делать. И типа деградируешь. И не декорчивого роста, да. Ага. То есть получается, если боли нету, то я не эволюционирую. Вы что, издеваетесь совсем, да? А высшие существа на планете, на планетах других, где у них уже нету таких мозговых вирусов, как у нас, они что, не развиваются? Они лежат тупо на поляне так… Мы их не знаем, их не видим. Ну, я бы понимаю. Вот. Адекватность боли в вашей жизни. Потому что боль – это реальный показатель. Если мне больно, хорошо поработало. Если мне больно, если хорошо больно, значит, я очень хорошо понимаю, да? Я очень хорошо телесно закрепляю, что так делать нельзя. Но я не понимаю себя, чтобы не ставить себе запрет. Боль. Вот это очень прикольно. Я ищу моменты в исследовании, чтобы, то есть, проходя все эти структуры и заходя глубоко в боль, не было больно. Ты даже не замечаешь, что тебе было больно. Но у тебя все меняется. И ты все очень глубинно понимаешь. А больно не было. И ты при этом развиваешься. Где здесь неадекватность? Ну, мне нужен ваш ответ. Понятно, что… Это больно должно быть чуть-чуть хотя бы понять, что это именно то место, которое болит. Именно ты нашел. То есть, если ты логически видишь, что здесь жопа, но боли не чувствуешь, то прорабатывая, проходя и понимая, тогда это не то. Вот ты разбираешь и видишь, вот здесь у меня жопа, и здесь у меня жопа. Ты сюда заходишь, боли нету, но ты понимаешь, ты изменяешься, ты трансформируешься. Может, это просто глюки в голове, может, там нормально, на самом деле. Вот и смотрите. Это по-разному, это надо подумать. Да. Вот и смотрите, как у каждого из вас определяется боль. Фактор чего в вашей жизни боль? Если ее нету, тогда чего нету? Какого главного куска нету в жизни, если нету боли? Сделаем перерыв на 15 минут, и потом мне нужен ваш ответ. Так. Продолжение следует...